Здравствуйте! Меня зовут Илона. Я продолжаю читать главы из моей книги «Записки трудового мигранта». Утром, наскоро попив кофе, мы отправились на ферму. Но новенький, привезший нас вчера Сиат, стоял в гараже, а Патрик запихивал наш багаж в маленький красный форт «Фиеста». Внутри машинка представляла из себя что-то вроде помойки на колесах. Пустые банки из-под колы, обрывки конвертов, упаковки от сандвичей. Все это горой лежало на сиденьях, но ничуть не смущало владельца. Патрик объяснил, что это его машина, а на Сиат ездит бридж. В дальнейшем я не раз видела, что на лучшей машине в семье обычно едет женщина с детьми, а мужчине, как к кормильцу, достается рабочая лошадка. При этом женская машина сияет чистотой, ну а мужская в большинстве случаев точная копия патриковского форта. Кое-как, разметав мусор по углам, мы втиснулись в авто. Выехав со двора, Патрик почти сразу свернул на маленькую дорожку. Гузенькая, двум машинам не разойтись. Она, тем не менее, имела ровное, твердое покрытие. Делая немыслимые пируэты, дорога взбиралась на холм. Бросалось в глаза отсутствие обочин. По обоим сторонам дорожного полотна росли какие-то неказистые кусты. Увитые ежевикой, они образовывали плотную живую изгородь. Через редкие просветы, в которой я видела стада пасущихся коров. Вдруг на одном из поворотов нам почти в лоб уперлась другая легковушка, едущая навстречу. Патрик резко затормозил. Приветливо помахал рукой сидящей в ней даме и дал задний ход, пытаясь найти место пошире, чтобы разъехаться. Пятиться пришлось довольно долго. Удивительно, ведь я успела заметить позади встречной машины сравнительно ровный широкий участок дороги. На мой вопрос Патрик окруклил глаза и сказал шепотом, словно леди могла нас услышать. Это Мюри, она не умеет ездить задом. Оставшийся путь я провела размышлея о странностях выдачи водительских прав в Ирландии. Впрочем, недолго. Километра через полтора форт остановился, мы выбрались из машинки и огляделись. Вот она, грибная ферма. На южном склоне холма была сделана ровная бетонная площадка. На ней стояло 10 тоннелей, покрытых толстой темно-зеленой пластиковой пленкой. Серое приземистое здание в сторонке оказалось подсобным помещением, вмещавшим в себя склад для тары, кантин и большой промышленный холодильник. Рядом стоял, снятый с колес, строительный вагончик. В нем-то нам и предстояло жить. Внутри домик состоялось зало, маленькой спальни с двухъярусной кроватью и крохотного санузла с душем. Тем не менее, в уголке, который назывался кухней, нас ожидало все необходимое оборудование и полной еды холодильник. Показывая продукты, хозяин поглядывал на нас настороженно-вопросительно. В то время нам было невдомек, что он волновался ничуть не меньше, чем мы. Ведь еще полгода назад он, простой ирландский фермер, даже не подозревал о существовании Латвии. А теперь знал только то, что там нет работы и очень холодно. Позже работницы другой фермы, тоже из Латвии, рассказали, что Патрик частенько приходил к ним, подолгу, молча смотрел, как они работают, расспрашивал, как живут, чем питаются. В общем, готовился обстоятельно. И теперь смотрел на нас, как школьник на экзамене. Впрочем, в холодильнике оказался вполне стандартный общеевропейский набор продуктов. Хлеб, сыр, молоко и лишь нечто, напоминавшее смесь нашего холодца и ливерной колбасы, оказалось для меня совершенно несъедобным. Этот продукт очень популярен в Ирландии и называется пудинг. Само слово пудинг может означать очень разные блюда, от вышеназванного колбасного изделия до сладкого рисового пудинга, который у нас называется просто рисовая каша. Ну и, конечно, знаменитый рождественский пудинг, традиционное праздничное кушание, которое готовится из свиного жира, с добавлением ягод, сухофруктов и большого количества пряностей. Я заверила Патрика, что все замечательно, ни слова не сказав про гадкую колбасу. Дариному коню, как известно, зубы не смотрят. Патрик просиял, вздохнул с облегчением и сразу же напомнил нам, для чего, собственно, весь этот сервис и был. Надо было начинать работать. Я отнесла свои вещи в спальню, а Янису предстояло жить в гостиной. Натянув джинсы, я вышла во двор к поджидавшему работодателю. Оглядев меня, он поспешил к одному из тоннелей. Пойдя вслед, я увидела длинное помещение без окон, освещаемое лампами дневного света. На бетонном полу в четыре ряда стояли большие пластиковые мешки с субстратом, на котором росли белые шампиньоны. Казалось, на каждом мешке лежит горка свежевыпавшего снега. Вверху под потолком гудел вентилятор, гоня воздух по широкой полиэтиленовой трубе с отверстиями. Оттуда же время от времени с шипением вырывалось что-то, похожее на водяной пар. Несколько гигрометров висело на толстой проволоке. Четыре женщины сидели на странных сооружениях, представляющих в себя маленькие столики с вращающимися стульями, прикрепленные на раму и поставленные на колесики. На каждом столике имелись весы, а внизу большое пластиковое ведро. Перебирая ногами, женщины перемещались вдоль ряда, срезая грибы и укладывая их в маленькие синие коробочки. Вся эта картина так впечатлила меня, что я на секунды застыла в созерцании. Но Патрик быстро вывел меня из оцепенения, сунув в руки весы и маленький нож с изогнутым лезвием и ярко-оранжевой ручкой. Затем потолкнул ко мне тележку, тролли, как они их называли, и велел садиться. И начались мои мучения. Я уже обратила внимание, что грибы вырывали с корнем, который затем обрезали в ведро, а шляпки укладывали в коробочки. Пунет. В дальнейшем мои соотечественники окрестили троллей троллями, а пунет пунетками, так их повсеместно и называли. Также я обратила внимание, что грибы собирались не подряд, а выборочно. Но дальше этого мое понимание техники сбора шампиньонов, пиковки, пикинг, по-английски сбор чего-либо. Не шло. Напрасно Патрик размахивал панетками, пытаясь на что-то втолковать. Язык жестов тут явно не действовал. Наконец, растрепанный и красный от напряжения, работодатель нервно выскочил из хаоса. Мошрумсхаус так называли тоннель. Сгорая от стыда, я попыталась обратиться к другим работницам, но они все были ирландки и ничем не могли мне помочь. Да и общаться со мной явно не горели желаниями. Ничего не оставалось делать, как молча наблюдать. Отбросив всякую деликатность, я вплотную подошла к одной из леди и уставилась на ее руки. Дама явно чувствовала себя неуютно, но молчала, поджав губы и искоса поглядывая на меня. Ее подруги тихонько переговаривались и хихикали. Хозяин вернулся минут через сорок. К тому времени я уже поняла, что грибы сортируются в панетки по размеру, затем панетки взвешиваются на весах. Патрик принес трафарет для определения этих самых размеров, а нужный вес наконец-то догадался написать на клочке бумаги. И дело пошло. Медленно, неуверенно, но через час я нарезала один крет, большой ящик, вмещавший 16 панеток. Много позже я узнала, что правильно собирать грибы так же важно, как и правильно вырастить. На одном субстрате, компосте, грибы дают три урожая, после чего компост выбрасывают, хаос моют, дезинфицируют, завозят свежий субстрат и все повторяется сначала. Каждый урожай собирают в среднем в течение пяти дней. Опытный пиковщик очень быстро, иногда по три гриба за один захват, выбирают все, что достигло нужного размера, освобождая место для роста соседних маленьких шампиньонов. Это своего рода талант предвидеть скорость роста и оставлять грибов нагряты ровно столько, чтобы на следующий день подросшие растения. Впрочем, по новейшим исследованиям, грибы – это нечто среднее между растениями и животными. Заполнили все свободное пространство, при этом не сдавливая друг друга, превращаясь в бесформенную массу, но и не оставаясь слишком редко. Но эти познания были впереди. Теперь же в первый день все оказалось тайной за семью печатями. Осмотрев мою работу, Патрик остался доволен. Заметил, однако, что в дальнейшем надо собирать за час четыре креета. Количество для меня фантастическое. В этот же день впервые поколебалась моя уверенность в незыблемости западных законов о труде. Ровно в три часа дня ирландцы встали с троллей, положили пиковочные ножи на стол и разошлись по домам, оставив недорезанные грибы, наполовину заполненные панельки и валяющиеся на полу корешки. Патрик бродил по опустевшему хаосу, пытаясь привести его в божеский вид. На мой вопрос об окончании рабочего времени он очень эмоционально жестикулировал, объясняя, что надо срезать все грибы. Так рухнула легенда, очень популярная в моем латвийском городке, о том, что на Западе строго восьмичасовой рабочий день и при малейшей переработке платят сверхурочные, ночные и так далее. Патрик, как и все грибники Ирландии, платил только за вес срезанных грибов, без всяких доплат. Поработав до семи часов вечера, страшно устав и, конечно же, оставив массу грибов на мешках, я выбралась из тоннеля. Моросил мелкий дождик, вокруг стояла непроглядная тьма, только на склоне соседнего холма слабо мерцали несколько огоньков, досветились окна нашего вагончика. Янис, давно закончивший работу, пил чай. Мой коллега уже оправился от вчерашнего похмелья и приобрел залихватский вид. Он объявил о том, что Патрик нанял его, потому что нуждается в управляющей фермой. Мой сарказм воспринялся негодованием и горячо принялся рассказывать, что сегодня работал с хозяином, как напарник, а завтра ему покажет трактор Фергуса. Потом пригорюнулся, вспомнил дом, жену, по его словам, неземную красавицу, которая ушла от него, не выдержав конкуренции с самогоном, и, наконец, предложил мне ночевать вместе. Это было последнее изобилие впечатлений и диковинной информации, обрушившейся на меня сегодня. Покрутив пальцем у виска, я отправилась к себе в спальню, на всякий случай покрепче заперев дверь. Впрочем, это не понадобилось. Мой отказ Яниса ничуть не расстроил и через пару минут донес его раскатистый храп. А я достала привезенный с собой самоучитель английского и погрузилась в основы грамматики, дав себе слово, каждый день выучивать хоть один урок. И слово это я сдержала. На протяжении всех трех лет работы у Патрика в любую свободную минуту я утыкалась в учебник или слушала кассеты с текстами и в конце концов могла говорить, если не отлично, то довольный смысл. На следующий день была суббота. Придя с утра пораньше в хаос, я увидела дивную картину. Полупустые вчера мешки опять обросли сугробами грибов. Но те, что еще день тому назад выглядели как белые упругие шарики, сегодня приобрели слегка розоватый оттенок и были подозрительно мягковаты. Так я в первый раз увидела воочию, что выражения «растут как грибы» отнюдь не являются красивой метафорой. Они в самом деле растут на глазах, и с такой же скоростью может пойти прахом вся работа фермера и улетучится его доход. Ирландок не было. Леди ничуть не заботились проблемами Патрика и в конце недели отдыхали. Взявшись за работу, я поняла, что осилить ее задача для меня совершенно нереальная. От природы я не обладаю быстрыми движениями, и заветные четыре крета в час все еще были недосягаемы. Вскоре появился Патрик, но картина перерастающих грибов отнюдь его не расстроила. Было видно, что это не впервой. Весело подмигнув мне, он уселся на свободный тролль и принялся за работу. Глядя на него, я успокоилась. Мой хозяин тоже не был спринтером пиковки и установленную им самим же норму не выполнял. Так прошел еще один день. К вечеру Патрик подошел ко мне и неуверенно спросил, что я буду делать завтра. По нашему с немусному договору в воскресенье был выходной, о чем я ему и сказала. Не отрываясь, глядя на меня своими круглыми черными глазами, мой хозяин произнес только одно слово. Мошромс, грибы. Что делать? В конце концов, я приехала сюда работать. Грибы в самом деле перерастали. И качать права мне не пришло даже в голову. На следующий день мы с Янисом были на ферме одни. Патрик, покручившись минут 15, объявил, что едет домой. Иначе бридж его, и он страшно выкатив глаза, выразительно черкнул себя по горло ребром ладони. Подивившись кровожадности бридж, я пошла в хаос. Но не успела приняться за работу, как влетел Янис. У Фергюсона спустило колесо, и парень не знал, что ей делать. Ему нужно было сегодня вывезти отработанный компост из соседнего тоннеля на поле за фермой. При всей шалопутности Янис был трудолюбив. Ни до, ни после я ни разу не встречала человека, способного делать тяжелую физическую работу так же быстро и неограниченно долгое время, как это делал он. Правда, качество при этом было соу-соу, но хозяин, очарованный объемами, на такие мелочи внимания не обращал. Искренне расстроенный Янис бродил вокруг трактора. Знаменитый американец, похоже, собранный во времена Великой Депрессии, кособоко стоял на поле, представляя собой печальное зрелище. Надо было звонить Патрику. Мобильных телефонов тогда у нас еще не было. Единственным средством связи являлся большой белый аппарат, висевший на стене в контине. С волнением я набрала номер. Трубку снял Патрик. Перебрав весь в этот словарный запас, я выплела трактор ломаться. И, подумав, еще добавила – колесо. Босс тоже не был многословен, сказав только одно слово – завтра. Первый телефонный разговор состоялся. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова